Если в магазинах еще выкладывают на полки прошлогодний товар, то на рынках уже вовсю торгуют свежими овощами, фруктами и ягодами. Возможность закупиться витаминами в собственном соку манит не только жителей города, но и приезжих гостей. Сейчас я купила огурчики очень вкусненькие, сливы и абрикосы. Но я считаю, что у вас хорошие цены, потому что я из другого региона абсолютно, у нас цены дороже. Ну и обслуживание хорошее. И вообще ваш город нам очень понравился. Продавцы подтверждают, в этом году покупатели попадаются с предубеждением, что их хотят обобрать и тщательно присматриваются к ценам. А цены действительно изменились по сравнению с прошлым годом. Так, пол-литра жимолости сегодня стоит 250 рублей, а в прошлом году мы видели ценник всего в 150. В палатках можно найти как продукты с овощебаз, так и выращенные любителями самостоятельно на садовых участках и огородах. Самая дорогая ягода из года в год – лесная клубника. А на вопрос, где собирали, продавцы отвечают – кто ищет, тот найдет. Скажите хоть по цене сколько? Тысяча килограмм. За килограмм? За сколько? За два с половиной литра. А четыреста литр стоит? Четыреста литр. На новом рынке эта ягода стоит 350 рублей за пол-литра. При этом некоторые продавцы готовы отдать стаканчик и за смешные 50 рублей, но с уточнением – на варенье. В ассортименте в июле также малина, жимолость, смородина и даже крыжовник. Кстати, здесь малина – 250 рублей стаканчик, а на площади Спартака – 300. У меня дочка, дача, купила. Они все собирают. Очень хорошо у меня помогают. Все есть, сынаха, все помогают. Я здесь, они собирают, я продам. За один день сколько можно заработать на ягодах? Сколько продают? Я разный, потому что сегодня собираем, завтра нету. Три дня потом собираем. А вот вы каждый год этим занимаетесь или как-то попробуете? Нет, навоз не каждый год. Минеральное удобрение покармливаю немножко. А торгуете ежегодно? Ну, ежегодно, но не ежедневно. Продавцы на рынке обязаны платить аренду за палатку и налоги. И большим их заработок точно не назовешь. Но для многих пенсионеров выращивание ягод, уход за кустами, подкормка растений и прореживание – это скорее не работа, а приятный досуг. Соберу маленку. Ну, лишнее-то я не себе, вот, продаю. Это для вас как развлечение? Конечно, конечно. Я и даже не продаю из-за этого, чтобы мне немножко физически поработать. Дарья Ерошина, Владислав Ковалев. День с толком.